Желаем вам удачи и увидимся на поле боя. Никита Тарануха, добрый вечер. Что ж, получилась у нас такая продолжительная заминочка из-за того, что мы ждали, пока одна из команд доиграет предыдущую игру. Ну и сразу хотелось бы, конечно, немного пожурить команду Веридас Ландер. Ну хорошо, говори, да. Говори. Я потом просто вставлю свое слово. Потому что после создания комнаты на сайте в нее обязательно нужно зайти, потому что, возможно, вашу игру выберут на стрим, а вы даже об этом знать не будете. Мы, во-первых, сидим там ждем, поэтому у нас не было стадии пиков и банов. Да, поэтому мы сразу All Pick начали, и вы видите, в общем-то, старт игры. Вот на что я хотел обратить внимание, ты это тоже заметил. А Shadow Fint просто набивал на своей базе сейчас себе когами вот эти вот души. Это очень интересно. Он продолжает максимум 18. У него уже будет 18 душ к старту игры. Ты понимаешь, насколько это мощно? Это мощно. Кто против него будет в миде стоять? Против него Зевс, судя по всему, будет в миде вставать. Вставать. Стоять. Ну и давайте представим команды, если можно нам открыть ники персонажей. Сделаем это в темпе, десятая секунда уже пошла, пожалуйста, откройте нам ники. Ну вот, пока видим только Стёпа на варварке. Поехали. Веритас 10, Рокотим, Некрофос, Джодс, Кристал Мэддин, Симиколон Преем, Шадоу Финд, Кейзер на Клокверке и Ася на Огрмаге. Ну и команда... Команда Веритас Хех на Зевсе. И на этом все, пожалуй, да. Остановимся. Ну вот еще тут у нас в поле видимости заходит, да, Дизраптор. Походу, игры будем уже остальных говорить. Но это мощно, смотри, он хоть и получает сейчас какой-то урон на Дизраптор, он на него уже навесил, конечно, свой первый скилл. Но при этом в средней линии будет комфортно, если пустояться, согласись. Да, абсолютно, в принципе. Получит следующий уровень, когда прокачает свои души, к нему Кок, наверное, опять придет. Ну смотри, а сейчас убит его. Это больно, да, ему очень больно, приходится отходить, отступать за вышку. Ну и на базу-то или на Шрайн еще не охота идти. Ну Шрайны теперь не активируешь в начале игры, до пятой минуты они не активируемы. Колодцы теперь не активные. Но, как бы и опыт, само по себе, чтобы на базу дойти, это минуту как минимум терять. Конечно, очень долго. По стоянию на линиям, что у нас тут получается? Некрофос стоит против Дарксира. Дарксир в сложный, Некрофос в легкой будет фармить, судя по всему. В лесу гуляет у нас Кристалмейден, пытается фармить. Она все правильно делает, забываем мы, что Кристалмейден имеет способность. Гейзер выходит у нас на Степу и первую кровь забирает в сложной линии. Да, а на верхней у нас стоит Дизраптор, Свен, Варлок против Клокверка. Ну вот, это стандартная трипла, то есть мы ее видим на этой линии. Но нельзя недооценивать Клокверка, то есть за счет того, что он когами обрезает нескольких человек из твоей команды. Но он вот как сейчас может убивать саппорта. Да, да, в принципе у него сейчас очень даже удачно получилось. Никто не смог спасти этого бедного Варлока, достать из этих когов или как-то продамажить Клокверка таким образом, чтобы тот передумал бить Варлока и отошел. Ну, кстати, вот Кристалмейден, она делает все правильно. То есть все-таки тысяча урона по крипам за счет колбы, это не шутки, она любого крипа в лесу забирает. Но у меня к тебе вопрос. Посмотрели команды Мету, а где вот эти герои, которые, ну, а Свен только, да. Вот ты о нем говорил? Я вообще не понимал, почему его не пикают вообще. Его взяли. Наконец-то, еще и в сете таком красивом. Кстати, на Свене играет человек под ником Fingered. Плюс один, еще, да. В копилочку названных ников. Ну вот, показывают нам, озвучу же последние два, и мы продолжим. А то тут Степа убивает, он ждет, пока ты ник его скажешь. Степа, капитан команды, как я понял. Ну и товарищ Дамодар на Дарксире. Ну вот, 2-0 уже, тысячу золота себе забирает команда. Ваня 10 фпс. Ну и у них начало просто замечательное. Мета-метой, но видишь, команды привыкли играть на определенных все-таки героях, поэтому как-то, может быть, не успели еще перестроиться. Да, возможно, но варлок, опять же, есть. Будет голем этот падать, если его убьют. Неприятно. Но это там, правда, докачаться. Хотел я еще сказать, почему нет таких героев, ну, опять же, того же Дазла. Почему его не берут? Возможно, видишь, мы стадию пиков банов не видели, возможно, забанили. Возможно, да. Ладно, тогда не будем здесь рассуждать, уже посмотрим по финалу ближе. Но, мне кажется, должен появиться этот персонаж рано или поздно. Я думаю, ты со мной согласишься, потому что у него кресты. Кресты по радиусу, которые действуют, это вообще АОЕ кресты. Девушкин кот, это ж имба, как говорится. Ну, это почти как омник, только который как бы не дает тебе полную неуязвимость, а который дает тебе бессмертие. Бессмертие, да, многие керри-герои там могут успеть отхилиться. Но, с другой стороны, есть акс. Об этом тоже не стоит забывать, его тоже бафнули. Вот сейчас будет третий раз, бедный Степа погибает. В коках его зажали. Ну, теперь его выпустить решили, видимо. Слушай, я не понял, зачем Ася выпустил этого барлака? Играется, как кошка с мышкой. Да ладно, побегай, кок. Ну, что ты? Гоняет СФ Зевса от своей линии. Да. Ну, то есть, опять же, вернемся к теме. Акс есть. И Аганим теперь у него после ультимейта вешает его второй скилл на всех, кто оказался в радиусе действия. Ну, поэтому все-таки это единственный способ, как контрить этого дазла. Других я просто не вижу. Возможно. Ну, и лесными надо учиться играть уже. Дают вал все намеки, что берите лесных персонажей, но никто не берется. Миколон прем сейчас погибнет. Хех на хосте убегает от Аси. Ну, тут Джотс уже перелетел. Но ничего сделать не успеет. Степу только зажать можно еще раз. Ася пока ничего не дает. Отпускает. Продолжает. Дальше заходить могло быть чревато там. Ну, смотри, как Хеха прессует Ася. Пойдет под вышку. А маны-то нет. Может быть, проверил он это. Ну, и теперь сам получает много тычек. Тут приходит Шэдоу Финд. Степа. Хотел выйти в наглую, но нет. А вообще вот трудно драться на начальной стадии с Шэдоу Финдом. Если он будет себе, вот что он и делает, качает Кайлы. То есть, фактически зажал в Коги и Кайлами вырубил. Все. Да, да. Это... Да там, в принципе, не только. Зажали в Когах, вон, кристалл Коултанула. Зажали в Когах, еще что-нибудь. Единственный вопрос, будет ли Клокверк выживать, чтобы эти Коги давать. Но если его убьют, то будет тяжело. Без него как-то инициировать. Но это единственный инициатор, больше-то некому. Я сомневаюсь, что рано себе Даггер соберет тот же Некрофос. Чтобы влетать. По факту, да. В принципе, только Когахер. Смотри, кстати, мы внимания не обратили, а Некрофос-то у нас Кэрри в этой игре. Ну, как бы по пикгу это было видно. Кэрри Некрофос, который опережает Свена, которому, казалось бы, вроде бы даже... И не убивает Дарксира. Но не хватило урона, и здесь тоже не хватит. Как бы сам не умер от вышки, нет. Ну, если что, у него всегда есть Шрауд, может его поражать. Теперь, кстати, Хилл-то еще больше от Шрауда идет уже. Не 50, а 70%, по-моему. Да, 75 даже. 75% Это серьезно. Ну, и дальше продолжает. Стоит пытаться, конечно. Вынужден подрубать уже Сурдж, бедный Дамодар, чтобы как-то убежать. Смещается туда на помощь ему Варлок, но уходит. Уходит в лес, дабы не мешать. Но Некрофосу вообще комфортно стоять, то есть как-то его здесь напрячь вряд ли получится. Он спокойно фармит, имеет хороший Крипстат, но Свен в Лейте посильнее будет. Поэтому все-таки не стоит этого персонажа недооценивать. Лейт, да. Да, Лейт за Свеном, конечно, будет, но... Но при условии, что хороший Блэкинг Бар будет он себе давать, чтобы не получать Косу в лицо. И Косу, и ульту от того же СФ. Надо всех успевать вот за это время убить. Дать хороший стан. Ну, опять же, есть для этого Дизраптор, есть стяжка от Дарксира. Довольно простая комбинация, ничего сложного. То есть примитивно-примитивно, но работает. СФ запутался в Крипах маленько. Его сейчас убьют. Римс уже повешил на него первый скилл. Отпивается он со своих стиков, видимо, да. В КД они у него, но да. Все-таки выживает. Не успеет Глимсонуть. Тут два Кайла мимо. Хек до конца за ним идет. Раймс будет давать, видимо, сейчас Глимс. Раймс пытаться, нет, пока что не дает. Не догоняют. Замансил он между деревьями. Не увидели его и разошлись. Ну, Дамодар продолжает, я тебе скажу, получать. Так его гоняет Некрофос. Собирает себе уже роту Фатос. И, в принципе, это работает. Потому что вешаешь ты на кого-то эту сеточку двухсекундную. Стоишь с ним, выжигаешь. Еще хилишь его при необходимости. Ну, в смысле, наоборот. Наносишь довольно много урона. И потом с косы врубаешь. Дарксир решил все-таки наконец-то убежать на базу. Потому что, да, опасно ему стоять там. Немного его продамажит. И косой можно добивать. Потому что коса уже откатилась. Можно ультовать. Я бы на месте Дарксира пошел в лес. Если бы там сейчас не было Свена. В принципе, на этой линии ему ловить особо нечего. Как-то помешать Некрофосу он не может. Или помочь своей команде. Ну, не знаю, что еще, конечно, здесь можно сделать. Но куда-то надо ему отсюда уходить. Потому что больно. Больно стоять Некрофоса. И неприятно. Тем не менее, колючки потихоньку выжигают. Но этого недостаточно. Некрофос... Ну вот сейчас еще пару тычек и косу получит. Да, Некрофос это делает и спокойно убивает. Но тут уже совсем загулял, как говорится. Подставился под все, что только можно. И его убили. Но нельзя так наглеть Darkseer уже. Счет 5-1. 5 тысяч преимущество. Девятая минута. Девятая минута. И по общей ценности команда Ваня 10 фпс. Все три кор-героя находятся впереди. Опять-таки, это одна калитка. Как будто бы. Да, да. Но посмотрим, что дальше будет у нас. Свен затащит. Свен выиграет. Я в него верю. Веришь? А я не верю почему-то. Ну, хороший персонаж. Его бафали как только можно. Но не в этой игре, мне кажется. Не в этой. Посмотри, как они уже проигрывают. В принципе, Кейзер уже может скоро в соло этого Свена убивать, мне кажется. На Клокверке. Печальненько. Печальненько. Но пока что он его не находит. Хотя 6 уровень у Клокверка уже наверняка есть. Может влетать. Но убить Свена в соло он не убьет. Там все-таки есть ультимейт, есть третий скилл. Но если кто-нибудь ему поможет, например, Некрофос прилетит на телепорте, когда будет у него коса активно, то без проблем с ним разберутся. Там уже ничто не поможет. И кастовать ультимейт, кстати, себе дороже. Это я проверял на свене, когда там Некрофос пытался меня убивать. Я так кастую ультимейт. Там еще добавляется сколько-то жизней. Он их быстренько отнимает и под эти все жизни дают свою косу. Ну и сам понимаешь, что дальше. Грустные. Ну и цикрустные, конечно. Втроем заходят, начинают... Разбираться с крипами, видимо, они начинают. Но сюда стягиваются троицы из команды. Фингер-то отличный влет от Кейзера. Сразу ставится сетка. Фингер подрубает свой ультимейт. Но нет здесь Некрофоса, чтобы его пробить. А батарейки-то не пробивают. Второй скилл от Сэмки. Нету пока никакого блэкингбара, чтобы защититься. Ася убегает. Банды висят. Глимсуют сразу у нас кристалмейт. Но она погибнет. Надо остальным отходить. Ни в коем случае не драться. Стан от Свена пока что не добил. Вот теперь только погибает. Ася идет дальше. Рокотин прилетает на эту линию. Будет давать кого-то косу. Ну не знаю. Маны ни у кого нет. Но и кого-то убить. Все флоуы разошлись. Вот так вот потеряли кристалмейден. Да. И килл достается. Там получилось не Свену достался он. А Дизраптору. Вот это немного обидно. Ну да. Плюс еще получается, что потратил свой ультимейт. Уже не поформит некоторых крипов таких. Тяжеленьких. Типа Эншентов. Если ему еще кто-нибудь подстакает в ближайшее время. Все-таки пока что у него урона мало. Чтобы быстро убивать без ульты. Поэтому фарм его замедлится. Остается все-таки на нижней линии. У нас Дарксир пытается что-то там сделать. Возможно. Возможно нужно было ему слабнуться. Может быть попробовать со Свеном. Нет. Мне кажется против Некрофоса Свену тоже стоит такой себе. Разве что Триплой перейти. Триплой это можно. В принципе подумать. Хотя против Некрофоса любой Триплой стоять тяжело. Сэмочка грамотный мув сделала на нижней линии. Нам показал наш обсервер. Что она именно Крепа с колючкой заморозила. И линии пушиться таким образом не дала. Ну грамотно играет пока команда Ваня 10 фпс. Заявка серьезная на финал. 7000 перевеса. И СВ начинает фармить Эншиндов. Вот ему уже стакает. Римс. Эти стаки. Но могут своровать. В этом проблема. Потому что потихонечку могут прийти Некрофос. Может прийти СФ. И с этими стаками разобраться. Тут уже тройной. Тем более стоит. Асю находит. Фингер. Но не идет драться. Кейзер мимо. Хукшот. Ну и надо уходить. Он очень быстро бегает. Может просто с ноги прийти. Зажать Хогину. Нет. Геймсует его. И тут уже четверо героев команды. Вереда Стандер. Прилетает еще пятый. Ну отменил по моему телепорт. Решили отступить. В принципе правильно сделали. Потому что против четырех. Ловить нечего. Да. Дождаться бы Некрофоса. Дождаться бы СФ. А Мека смотри. Мека это круто. И не круто то что у Свена появляется Mask of Madness. Не круто прежде всего. Но для него самого. Потому что мне кажется. Будет он под этим момом умирать. Очень часто. Я бы не стал на Свена Честно. Против Некрофоса. Собирать Mask of Madness. Это как-то слишком рискованно. Мне кажется. Уменьшение брони 5. Ну да. Это уже не тот. Mask of Madness. Но тем не менее. Даже если. Ну не против Некрофоса. Хорошо. Убедили. Ладно. Убедили. Можно собрать. Я немного забыл. Где-то в прошлом обновлении. Видимо до 7.0. Еще. Когда там Mask of Madness снижало 20%. Ладно. Все хорошо. Работает. Можно собирать. Но. Нужен в таком случае. Еще и быстрый даггер. Чтобы врываться как-то удачно в драку. Ася стоит. Ворует опыт. А его тут как-то не ощущают. Ну вот Джон смотри. Сейчас убьют Дарксира. Не жалеет даже ультимейт. Кристал Мейден. 7-2 счет. Становится. Уже даже саппорты начинают убивать игроков сложной линии. Никаких проблем не испытывают. И Некрофос в наглую. Просто Рокотим идет. У него достаточно много хила. Его очень сложно будет здесь подцепить. Получает стан ультимейт от Свенану. Выживает пока Рокотим. Отхиливается очень сильно. Фингерс Таберну. 34 секунды выкупаться не будет. За Хехом дальше погонят. Тут Кайзер. И без шансов конечно его не отпустят. Смотри. Свен почти все хп все-таки уничтожил Некрофосу со своей командой. Но. Немного не хватило. А там дальше такой хил. Факт того со своей командой. То есть в соло он вообще ему бы ничего не нанес. Ну да. Только стан дал там. Дальше проживается шраут. И просто фил такой бешеный идет. Мне на самом деле я вообще шокирован. Команда Веридас Стандер победила у нас команду Сибгау. Которая с уверенностью в начале матча. Мы их три матча практически стримили. Комментировали. Они с легкостью преодолели. Ну не с легкостью. Но все-таки победили эту команду. А здесь. А здесь. И очень как-то у них все печально. Но мы не видели команду Ваня 10 фпс. Вот это да. Поэтому. Может быть они расправились еще увереннее со своими соперниками. Хотя вот ты говорил. Предыдущая игра шла полтора часа. Ну за да. Где-то да. Долго очень. В общем. Ваня 10 фпс играли. Ну и видимо. Там примерно равные команды встречались. Немного лучше оказалась. Именно команда. Которая сейчас играет за силы света. И имеет шанс выиграть и эту игру. 13 тысяч на 16 минуте. Все-таки. Как с этим бороться я не знаю. В средней линии собирается команда сил тьмы. А в это время командование 10 фпс. Заходят на Рошана. И заберут его довольно быстро. Дабл дэмэдж есть у СФа. Никто даже не пойдет. Удар Акатим в это время в мид. И просто Зевса в соло собирается убить. Ультимейт надо давать. Но нет. Не успел. Зевса нули его вовремя. И поэтому выживает Зевс. Иначе шансов бы не было. Забирают по-быстрому Рошана. И это очень хорошо. Это значит что будет раньше второй Рошан. Который будет уже сырный. И это большой. Ну смотри влетает Свена. И Свен мне кажется отсюда не уйдет. Подрубает он свой третий скилл. Пытается прорубить Погги. Но тут есть скилл. Есть коса. И отправляет его в таверну. Как же так поймали Свена. Прямо на фарме своих собственных хэншинтов. Это вдвойне неприятно. И согласен. Теперь у него еще и на выкуп не хватает. Заходит команда. Баня 10 фпс. 17-ая минута. 17 тысяч. В минуту по тысяче зарабатывали перевеса. Нормально. Это все хорошо. Но теперь надо сделать свое дело. И довести это к победе. И вышки что-то не особо помогают. Вот так вот. Слишком много их просто собралось около этой вышки. Броня у вышки то с каждым... С каждым героем который рядом выше. Получается. Да, но я все-таки имел ввиду немного не то. Мы в начале игры видели, что компендиумы очень хорошие у команды. Дайер, но в это время начинается драка. Хех подцепляется. Но пока выживает. Какой хороший урон по СФу. Но это только Аегис. Драка продолжается. Голем падает. Бьет СМ. Она кастует свой ультимейт. Минус голем. Но СМ тоже здесь убьют. Пока отбились. Уровень вышек. Да. Компендиумы хорошие у команды Дайеру. Команды Сил Света по-моему ни одного не было. Но у них все вышки зато стоят. А у Дайер уже на ХГ сыпется. Вот так вот и покупай. Врывается Клокверк просто на характере. Получает сразу стан Свен. И косы пока нет видимо. Чтобы отправить в таверну. Но тоже 35 секунд без байбека. Только вышел, сразу зашел. Правильно еще попей немного водички. Говорит ему Некрофос. И пытается как-то Зевс достать этого Угармага. Но Зевс тот герой, который не станет. Это как бы очевидно. Вообще нет станов практически у команды Дайер. Кроме Свена. Ну ему оглушение немного подняли на молнии. Смотри, косой опять же отправляет Дарксира. Но есть байбек. Можно выкупиться под шраудом. Сейчас стоит. Надо наваливать Некрофос. Ну вот сейчас он из него вышел. Ну да, я согласен, что это не полноценный стан. Как собственно и барьер. Дезраптора это просто. Смотри, дальше Дезраптора. Вот здесь прошу прощения. Варлока забирают. Забрали быстренько. Грем сует. Но могут убить, кстати, Некрофос. Хорошо он получает. Наконец-то. Девятьс золота. Но опять же, кому убийство досталось. Дезраптор, конечно, забирает это. Насколько это был бесполезный мув от Некрофоса, что он так пошел на гиграунд. Настолько же бесполезное убийство досталось Дезраптору. Ну совсем не тот, кому хотелось бы. Возможно, у Свена появилась бы сабля. Если бы он забрал этот враг. Но теперь у него не хватает денег и ему приходится идти фармить. В связи с тем, что плачевная у него ситуация финансовая. Он даже не планирует, по-моему, даггер покупать. По крайней мере, в квикстэше у него он не стоит. Возможно, просто так в голове так задержит. Он сейчас влетит в него и очередное убийство будет. То есть он подерется, конечно, попробует что-то сделать. Отхиливается вроде бы с Москов Мэднес. Но против двух ты ничего не сделаешь. Вардов нет. У команды Радиент в этом лесу. Но это им все равно не мешает. За счет ракетки просветить. Вот чем хорош Клокверк на самом деле еще. Да, ракеты светят. Все. Видно. Но там и вард у них стоял рядышком. Поэтому они... Это вард команды Сил Тьмы. Ой, точно. Ошибочка вышла. Крипы продолжают заходить на базу к противнику. Вейл оф Дискорд. Вот появился у Зевса. Причем давно, по-моему, минуты три назад. И это хорошо работает против Некрофоса. Когда тот будет свой гост Шраут уходить. Но надо этого дождаться и все удачно прожать. Вообще вот у команды Дайер. Прокаст это сильная сторона. И Сил Тьмы могут за счет этого убивать Некрофоса. Но пока что не видно. Чтобы они хорошую драку. Не очень. Единственная драка на верхней вышке была. Более-менее удачная. Но там кого забрали? Кристалл Мейден. Кристалл Мейден только. Разменная монета. И из-за ошибки Некрофоса. Только из-за ошибки. То, что он зашел слишком далеко. Его глимсонули обратно. Да. Забрали. Так бы, конечно. Но у него уже есть. Смотри. Гвардиан Грифс. Тоже давно появились. И я не знаю, как с этим отхилом справляться. У меня просто никаких нет предложений. Только за счет магического прокаста. Но надо все дать очень хорошо команде Сил Тьмы. Посмотрим, как смогут сделать это. Вереда Стандер или нет. Но. У меня весьма пессимистичный настрой на этот счет. Да, к сожалению. Ну, Некрофос уже. Некрофос пошел Лэншин там уфармить. Забирает наглую стаки. Окупировали лес команды Сил Тьмы. Баня 10 фпс. И чувствует себя там вполне комфортно. Как примерно чувствовали Нави во время третьего интернешнала. Пока там, наконец, не был тот пак. Но здесь нет пака. В этом вся разница. И как-то закомбетчить эту игру будет тяжело. Ну, вот что бы ты сделал на месте команды Сил Тьмы. Если бы тебе предложили вот сесть сейчас и сыграть. Как в качестве тренера. Там варлок у нас где-то потеряли. Ну да, он уже выходит ставить варды. Но тут Некрофос разбил. Совсем не получилось. Отличный хукшот. Прямо подсушен. Он все-таки выталкивает его хорстапом. А здесь еще Зевс. И это минус Дарксир. Да, только это была Кристал Мейден, а не Зевс. Да. Здесь можно уже заходить, в принципе, на хайграунд пробовать. Ну, это и будет сейчас делать команда. Ваня 10 фпс. Есть иллюзию Шэдоу Финда. Это, видимо, он подобрал где-то руну иллюзии. Ставится сразу барьер. Рот оф Адос по Свену. Но он просто постоял. Вроде бы пока все нормально. Под Пайпой полегче заходить. Даже под Вейлами проказ будет теперь не такой сильный. Иллюзии начинают бить. Некрофос абсолютно ничего не боится. У него всегда есть Шрау, чтобы его поражать. Уйти в Астрал. Но хотя вряд ли это его спасет. Должен что-то делать Свен, пока ему ничего не дают. Даже раскистоваться в кого-то дать стань не может. По крипам в итоге летит. Попадает по крипам. Ну, тут в Кайламе быстро уничтожает крипов силы Тьмы СФ. И вот уже заходят. Заходят на базу полноценно всей командой. Падают в бараки. Силы Тьмы пока броняются очень пассивно. Ни на кого агрессии никакой. Нет, наконец-то Свен пошел. Ну что, нет Блинка. Как врываться, непонятно. Возвращают, Блинсуют назад Клокверка. Но убьете вы его. Это ничего не даст. Обратку успевает подрубить. Гвардиан Грифс отхиливает его неплохо. Свен сам себя убил. Сейчас получит косу. Отправится в Саверну. Видимо, нет, пока живет. Голем падает. Драка продолжается. Все равно Свен Саверну. Дальше за Зевсом. Зевс пока живет. Раскастовывается Шидоу Финт. Дальше надо выдвигаться за Варлоком. Минус Варлок. И не уйдет, видимо, отсюда Дизраптор. Хотя, нет, все-таки убежать-то успел. Мне кажется, его просто отпускают. Это не спасет команду силы Тьмы от поражения. Падает сторона. Сейчас пойдут еще на другие. И все. В принципе, это конец. Байбеков нет. Как-то защищаться возможности тоже. Стенка потрачена. Что делать непонятно. Я не знаю. Если только попробую... Ну, но это слишком дорого. Собирать недолго он уже не успеет. На Свена Блейдмейл тот же. Чтобы так же возвращать урон. Ну все, ГГБП, в общем-то. Ну, даже если бы он его собрал, этот Блейдмейл, все-таки Свен не тот герой, мне кажется, который должен танчить. Весь этот урон. Ну, у них слабый слишком был пик. Согласен. У Веридас не было ни одного героя, который будет в себя впитывать. Да. То есть, все такие хорошие прокастеры. Один в мейнкэре. Но нету того парня бородатого, знаешь, такого сурового, который будет говорить. Вот я сейчас за этих ботаников. Бейте меня. Да, видите меня. Ну, а мы прерываемся в таком случае на небольшой перерыв. По идее, у нас сейчас все должно пройти быстро. Через 10 минут увидимся в финале. Ну, а команду Ваня 10 фпс поздравляем с выходом в финал. Команде Веридас желаем не расстраиваться. Вы уже прошли в челленджер. Это, кстати, самое главное. Показали очень хорошую игру. Ну, и, видимо, они получат призовой фон за третье место, мне кажется. Скорее всего, да. Там вроде как противник несложный. Не явился на игру или несложный? Ну, ладно, не суть. Не суть. Давай идем на паузу. Не будем задерживать наш фирменный рекламный ролик. Через 10 минут.